Исламский банкинг. Эксперимент, который имеет надежду на будущее. Столетие со дня создания Советского Союза. А кто это тут подарочки принес? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Галия Гельфанова. Высшая школа государственного и муниципального управления Казанского федерального университета отмечена благодарностью президента Республики Татарстан. Награду из рук Рустама Мениханова получил директор ВШГМУ Игорь Привалов. Коллектив отмечен за значительный вклад в совершенствование системы профессионального развития государственных, гражданских и муниципальных служащих Республики Татарстан. Накануне в Государственной Думе был принят в первом чтении законопроект о проведении с 1 февраля 2023 года двухлетнего эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех регионах Российской Федерации. Что из себя представляет нововведение, разбиралась Карина Саяхова. Дагестан, Чечня, Башкортостан и Татарстан – четыре региона России, в которых со следующего года будет введен эксперимент по внедрению исламского банкинга. Он продлится два года. Территория его проведения и длительность могут быть увеличены правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России. С законопроектом предполагается, что участники будут производить финансовые операции по законам шариата, которые запрещают брать и давать деньги под проценты, а также финансировать ряд видов бизнеса, например, производство свинины, торговлю табачной, алкогольной продукции, оружием и боеприпасами, а также и горный бизнес. В исламском банке все по-другому. В исламском банке самый главный принцип – это справедливость. То есть, если ты взял у банка деньги на развитие своего бизнеса, вы стали банком-партнеры, и что-то в вашем бизнесе пошло не так, не по вашей воле, не по вашей какой-то безграмотности, безделию, не по вашей ошибке, а вот просто такое стечение обстоятельств, то у исламского банка к вам не будет вопросов и претензий, и вы не будете платить штрафы, пенни и прочее. Конечно же, все время кажется, что это какая-то такая сказка, такого, значит, не существует, но свыше 50 стран в мире имеют исламские банкинги, и прекрасно у них развивается и существует. Минимальный размер капитала участника эксперимента, не являющегося кредитной или некредитной финансовой организацией, во время проведения эксперимента должен составлять с 1 января 2023 года 10 миллионов рублей, с 1 января 2024 года 25 миллионов рублей. При продлении эксперимента минимальные требования капитала повышаются. С 1 января 2025 года до 40 миллионов рублей, с 1 января 2026 года до 55 миллионов рублей, а с 1 января 2027 года до 70 миллионов рублей. Количество мусульманского населения в стране Российской Федерации и в мире становится с каждым днем все больше и больше. И поэтому потребителей этих услуг по исламскому банкингу с завтрашнего дня, уже их сегодня много, а с завтрашнего дня их будет еще больше, потому что в каждой мусульманской семье в среднем по Российской Федерации 3 ребенка. В немусульманских семьях полтора ребенка. То есть в мусульманских семьях в два раза больше детей, чем в немусульманских семьях. И соответственно эти дети и уже мы, следующее поколение, мы хотим, чтобы у нас были халяль-магазины, халяль-кафе, халяль-больницы, халяль-фитнес-центры и соответственно все, что связано с бизнесом. Халяль-банкинг, халяль-страхование, халяль-инвестиции. Что касается внутреннего рынка, то принятие закона об эксперименте только первый шаг. По словам экспертов, исламские кредитные продукты структурировать и продавать сложно, поскольку и регулирование, и даже налоговое законодательство заточены под традиционное процентное кредитование. Придется разобрать и принять целую иерархию законодательных и подзаконных актов. Самые главные трудности это естественно закон законодательства. То есть если законодатель Государственная Дума, потом Совет Федерации, потом президент Российской Федерации, этот законопроект одобрит, он будет реализован в закон и будет подписан, то после этого трудностей уже не будет никаких, потому что народонаселение мусульманское, оно жаждет, оно ждет. Вот мусульманское население, мы не берем кредиты в банк вообще. Мы не закредитованы. Закредитовность мусульманского населения в Российской Федерации ноль. Мы не берем кредитов. А нам они нужны. Нам нужны оборотные средства. Мы должны развивать свои предприятия, свои компании. Поэтому как только это одобрится, осуществится и начнется в экспериментальном порядке реализовываться, мы с удовольствием все бизнесмены туда прибежим и будем сотрудничать с этим банком. По словам главы Комитета Госдума по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект, устанавливающий правила исламского банкинга, направлен на ведомственное согласование. Тема привлечения средств из азиатских и арабских стран также стоит на повестке. Их представители проявляют особое внимание к этому закону. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Своё столетие со дня создания отмечает, пожалуй, одно из самых больших государств того времени – СССР. Он объединял в себе 15 социалистических республик. После развала правоприемницей страны стала Российская Федерация. Осталось много волнующих вопросов, ответы на которые попытались найти учёные Казанского университета. В общественной палате Республики Татарстан состоялся круглый стол на тему столетия СССР – история, уроки, современность. Учёные и общественные деятели обменялись мнениями о духовном наследии Советского Союза, его политическом, социальном и экономическом значении. Представители Казанского федерального университета рассказали о волнующих национальных вопросах. На этапе создания СССР, к этому что добывалось, это, конечно, учёт социалистических преобразований. И вот здесь стал вопрос, а можно ли в рамках политического строительства, которое было, так сказать, это государство сранится. Вероятно, нет, потому что эти преобразования требовали признания разного уровня развития территории, многонациональности и так далее. Поэтому возникло федеративное государство, социалистическое федеративное государство. На круглом столе учёные обсудили многие темы, касающиеся СССР. Например, предпосылки образования, становления и развития, а также последствия распада СССР пытались определить роль и значение Советской империи в мировой истории. Можно назвать Советский Союз империй. Но это совершенно другой, который соответствует уже новому времени. И ведь империи, по сути, если мы посмотрим за всю историю человечества, империя была как раз одной из наиболее важных и наиболее серьёзных механизмов, которые определяли будущее человечества. Создание СССР было поразглашено 30 декабря 1922 года. Общественные деятели отметили, что 100 лет назад было создано уникальное многонациональное государство, правоприемником которого стала Россия. Советский опыт имеет большое значение и важен для настоящего и будущего Российской Федерации. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универниус. До Нового года осталось совсем чуть-чуть. А это значит, что начинается период детских новогодних представлений. Вот и Казанский федеральный университет не оставил без внимания детей своих работников и начал проведение новогодних ёлок. О том, как прошло первое представление, узнаете в нашем сюжете. 22 декабря стартовали традиционные новогодние представления для детей-преподавателей и сотрудников Казанского федерального университета. Ежегодные мероприятия проходят на базе Института психологии и образования Казанского университета. И этот год не стал исключением. На мой взгляд, это очень важно для того, чтобы формировать семейные ценности у детей. На особый взгляд, особое отношение к жизни, к миру, любовь, взаимопонимание, дружба. Именно такие понятия мы поднимаем, так скажем, в своей программе новогодней. В этом году темой новогодней ёлки стали приключения госпожи Хвоинки, которая обиделась на всех, ведь её не позвали на праздник. Хвоинка ворует игрушки и пытается сорвать Новый год. Снегурочка вместе с ребятами и ёлочными игрушками ищут воровку, а после наряжают госпожу Хвоинку, ведь Новый год – праздник доброты и дружбы. Прошедшая ёлка была замечательная. Огромное количество студентов, волонтёров нашего института вовлечены в процесс организации новогоднего праздника, поэтому ни один ребёнок не останется без внимания, и он не остался без внимания, да, мы с вами видели по первому мероприятию, которое сегодня прошло, поэтому, собственно говоря, торжество на высочайшем уровне. Отметим, что актёрами новогодних представлений стали студенты Казанского университета, которые решили принять участие в создании новогоднего чуда для детей. Я на самом деле в ёлке участвую уже в третий год подряд, и мне очень нравится, меня очень заряжает детская энергетика, очень люблю выступать на сцене, и вообще тяжело ли это? Я скажу, что нет. Это, наоборот, добавляет новогоднего настроения, появляется, не знаю, желание творить, и сессия, конечно, идёт тоже сейчас, но в целом это не тяжело, это, наоборот, мне только в радость, мне очень нравится. Новогодние представления в стенах Казанского университета также пройдут 23 декабря. Посетить их смогут дети сотрудников Казанского федерального университета. Адалийна Амдрахманова, Фариза Хитоглы, Универньюз. 21 декабря в Казанском федеральном университете состоялась встреча с популяризатором математики, автором множества профильных книг, профессором Московского физико-технического института Алексеем Саботеевым. Спикер рассказал о математической составляющей спортивным ориентированием, рак гения и географии. Сегодня мне жалуются многие, кто со мной в переписке состоит, а родители, учителя жалуются, что в школах прекратили заучивать формулы. Из-за этого школьники, ну на самом деле, как ни странно, вроде как заучивать, зазубривать. Да, на самом деле какой-то минимальный объем информации заучивать надо. Надо его помнить наизусть. Иначе ты просто теряешься полностью уже в материале, на самом деле теряется полное понимание, даже если оно как-то возникало. Но вот такую формулу все-таки надо помнить всем. Очень практически полезная формула. Е в кубе это примерно 20. В лице интернате номер 2 Московского района Казани состоялась итоговая пресс-конференция министра образования и науки Республики Татарстан Ильсура Хадиулина, в рамках которой было выделено три ключевых вопроса обсуждения – инфраструктура, новые технологии и содержание, кадры. Говоря о предстоящем годе педагога и наставника, Ильсур Хадиулин отметил необходимость создания музея образования Республики Татарстан, а также сборника, куда войдут знаковые имена работников сферы образования. В императорском зале Казанского федерального университета состоялась церемония награждения лучших студентов университета. Ежегодная премия «Студент года КФУ» проводится с 2006 года. О том, кто стал лучшим из лучших, расскажем в одном из следующих выпусков. На этом все. В студии была Галия Ельфанова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!